Дорогие друзья, вот уже как полтора года мы эксплуатируем наш собственный GPX-Y, который является тестировочной моделью, это тестовая модель электромобиля, на ней проходят все испытания, и вон видите вдали стоит Mercedes, который уже полтора года вообще практически не выезжает, он никому не нужен, практически можете забирать его, там расход топлива где-то 18 литров, на 100 километров, а наш GPX-Y нам обходится практически бесплатно, здесь никаких ремонтов, ничего не было, все надежно работает за это время, показания всех приборов показывают о том, что этот электромобиль, он очень надежно исполнен, а надежность этого электромобиля связана с тем, что тут смотрите, я открыл вам капот, под капотом тут ничего нет, только резервная дополнительная батарея, обычная, как у всех автомобилей, она для питания салона, а так здесь тормозная система, она простая, и все говорят мастера, что очень надежно, и там бачок для омывания стекла, туда вода заливается, и все, и больше никаких обслуживаний не надо, ни замены масла, ни тасолов, ни охлаждающих жидкостей, ни вот это обслуживание этого двигателя внутреннего сгорания, здесь все просто, электромобиль очень надежный, еще раз повторяюсь, у него пробег практически уже 10 тысяч километров, дорогие друзья, 10 тысяч километров прошел этот электромобиль, и за все это время мы потратили минимальные деньги, потому что заправляемся мы, вернее сказать, заряжаемся от обычной катушки, видите, вот она, эта катушка, мы накрыли ее пакетом, потому что сегодня ночью шел сильный дождь, этот кабель, и все идет туда, на второй этаж, и там со второго этажа брошен кабель, из этого кабеля мы питаемся вот с этой бобины, которая примерно там 50 метров, и, и смотрите, от этой бобины идет чарджерное устройство, вот оно, и мы его включаем в наш порт электромобиля, вот, мы вставили, все, процесс зарядки пошел, можно вставить, это оставить на ночь, хотя достаточно 3-4 часа заряжать этот электромобиль, и вот я вам объяснил, что просто этот кабель, и вот эта бобина накрыта просто пакетом, и, поверьте, ничего не происходит, сегодня ночью был сильный дождь, все зарядилось аккуратно, кто хочет, может сделать специальный бокс, чтобы закрывать эту бобину, но мы даже, как говорится, и не паримся, делаем так все просто, вот так эксплуатируется уже этот электромобиль полтора года. Дорогие мои друзья, обратите внимание, в какой местности мы используем этот электромобиль, видите, кругом одни лужи, здесь дороги не очень качественные, потом еще вам позже сниму видео, в Болгарии здесь есть такие дороги, которые даже в других странах нету таких, все разбито, короче, это сельская местность, и в этих условиях, вот в таких условиях, наш электромобиль эксплуатируется. Да, хотел еще отметить, что здесь на самом деле очень хорошая тормозная система, я не знаю технически, как она полностью устроена, но если нажать на тормоз, то автомобиль становится просто как вкопанный, здесь также, смотрите, есть камера заднего вида, вот я включаю, и вот уже показания камер заднего вида, то есть это тоже очень удобно. Ну, просто напоминаю, здесь автоматическая коробка передач, автомат, здесь есть вентиляция салона, подогрев салона, под заказ мы можем установить кондиционер. В общем, электромобиль достаточно прост, но очень комфортабельный, и у него, кстати, руль, рулевое управление здесь, оно сделано очень, может быть, современно. Почему? Потому что управлять этим электромобилем очень легко, здесь есть гидроусилитель, и просто одним движением руки этот руль просто поворачивается, и просто очень легко, очень плавно, приятно даже управлять этим электромобилем. Да, дорогие друзья, тут хорошее багажное отделение, смотрите, сейчас я сложу сидение, вот я уже там отключил эти защелки, вот сидение сложилось, и емкость багажника увеличилась очень значительно, этот электромобиль даже можно использовать для перевозки грузов, даже в сельской местности, грузить туда ящики с помидорами, картошкой, потому что оно большая емкость. То есть, также курьером этот электромобиль очень подойдет для доставки курьерских грузов. И вот, я сидение вернул обратно, вот такой багажник стал, он стал чуть меньше, но при этом впереди там два человека, сзади два человека, еще и такой багажник. Поэтому, скажем так, что статус этого электромобиля даже может быть семейный, то есть, потому что для цели семьи с таким багажным отделением четырехместный электромобиль можно использовать, он очень удобный, напоминаю, очень мягкий. Этот электромобиль, он сэкономит деньги вашей семьи, потому что мы просчитали, в месяц на зарядку мы тратим где-то примерно 28-30 лев, это 15 евро. При этом каждый день мы проезжаем минимум 130-140 километров. Но так как наш электромобиль эксплуатируется в очень интенсивном режиме, поэтому у нас и получается 15 евро в месяц. И мы действительно проезжаем каждый день 130-140 километров по своей работе, и у нас много встреч, много клиентов испытывают этот электромобиль. Один недавно клиент даже перепутал на большой скорости, включил вместо драйв передней скорости, включил заднюю скорость. При этом это вообще нельзя делать, но при этом электромобиль вообще даже ничего ему не случилось. То есть, может там, конечно, какая-то система есть, которая автоматически это отключает, не знаю, но в итоге с электромобилем все в порядке. И, в общем, дорогие друзья, вы понимаете, да, что при таком интенсивном использовании 15 евро в месяц, это вообще не деньги. Это здесь, в Европе, где электроэнергия очень дорогая. Поэтому практически здесь расходы на этот электромобиль, они практически равны нулю. Учитывая, что здесь еще 12 диски, это резина, которая, в принципе, стоит копейки. Мы смотрели в интернете, там 4 колеса стоит что-то вроде там, все 4 колеса вместе порядка 25 или 30 евро. То есть, смешная какая-то цена. То есть, это все 4 колеса, зимняя резина. Поэтому, действительно, все в этом электромобиле очень надежно устроено. Он простой. Он очень сделан из такого крепкого железа. Поэтому, кузов крепкий. Подвеска, как сказал один из моих знакомых мастеров, что она классическая, как на всех, ну, обычных европейских автомобилях. Поэтому, ну, ничего такого нету, что можно сказать, что эта подвеска, она какая-то особенная. Она такая же, как у всех европейцев. Ну, и, дорогие друзья, то, что я и говорил, одно из главных преимуществ. Вот, через много-много лет, когда нужно будет менять литиевую батарею, которая здесь установлена, то это будет недорого. Потому что в Китае такие батареи, именно электромобиль GPXY, стоят примерно до 1000 евро. К примеру, я всегда говорил, у меня у друга Nissan Leaf, которому там где-то 7 лет. И вот недавно у него вышла батарея из строя, и он потратил, нашел где-то на сайтах, где-то у кого-то каких-то фирм, которые восстанавливают батареи. При этом он заплатил 6000 евро, чтобы на Nissan Leaf установить эту батарею. То есть, практически стоимость батареи на Nissan Leaf, на этот старый убитый Nissan Leaf, стоит практически столько, сколько наш новый электромобиль. Я хотел всех предупредить, не покупайте бэушные старые электромобили европейские, потому что вам могут подсунуть, именно там батарея будет типа новая, но она восстановленная. И ни один прибор сразу не покажет, что она восстановленная. Как-то сейчас делают так, что покупая электромобиль европейский, старый, там батарейка будет показывать хорошие показания. Но потом, через 2-3 месяца, она рассыпется у вас, и на европейских автомобилях батарея стоит 30-40% стоимости европейского автомобиля. Поэтому, все-таки, предлагаю всем пересаживаться на китайский автопром, который лидирует, значит, китайцы продают электромобили больше, чем весь мир. Вот, и Mercedes 25-го года будет ставить уже китайские двигатели. Так что, вот, история такая, что сейчас, ну, китайский автопром, как и все китайские телефоны, там, айфон сделан в Китае, made in China. Поэтому, ну, пора уже делать правильный выбор, друзья. Наш котик, он сделал уже правильный выбор, и он выбирает этот электромобиль. Вот, мои дорогие, смотрите, вот в Болгарии вот так можно ехать и попасть на вот такой непонятно открытый люк. И вот, только что я сейчас ехал и чуть не попал в этот люк, еще он там завален какими-то решетками. Тут положена покрышка на всякий случай, но, в общем, дорога вот такая здесь в нашей местности. Поэтому, этот эксплуатируется электромобиль в самых жестких условиях. И за полтора года он просто идеален. Дорогие друзья, а сейчас я вам поставлю видеофрагмент движения по трассе этого нашего суперскоростного электромобиля. Посмотрите, как он маневрирует по трассе. Сейчас пауза, смотрите. Окей, let's go. Да, мои друзья, еще есть одно преимущество. Этот электромобиль, он очень просто устроен, поэтому любителям что-то менять в электромобиле в этом очень будет все просто. Потому что здесь нет каких-то особенных мозгов, какой-то сильной прошивки компьютерной. Здесь все очень просто устроено, поэтому любой пользователь может поменять двигатель, может поменять аккумуляторную батарею, может усилить литиевую батарею настолько, что этот электромобиль может проходить до 500 километров. Поэтому здесь, в этом электромобиле, большое преимущество в этом плане. Вот. Но еще есть одно преимущество в том, что здесь, в Болгарии, здесь порт, бургаз. Здесь портовая инфраструктура очень развита, очень крупный порт, поэтому доставка именно электромобилей из Китая здесь очень выгодна, очень экономична. Здесь, в Болгарии, очень маленькие налоги в сравнении со всей Европой. Поэтому здесь у нас как такой хаб, где мы принимаем электромобили, а потом их отправляем уже по всей Европе. Поэтому это большое преимущество. Так что, друзья, я, в принципе, всех прошу, подписывайтесь на мой канал, там будет все очень интересно, много будет информации полезной для вас. Ставьте мне лайки, пишите комментарии, всем отвечаю, можете посмотреть. Поэтому, желаю всем добра, хорошего дня и давайте до встречи. Здравствуйте, дорогие гости и зрители нашего канала. Сегодня еще немного даем вам информации о китайском электрокоре GPXY. Как видите сами, автор данного видеоролика рассказывает о технических характеристиках именно этой модели, о его ходовой, салоне, багажнике. О простоте, надежности и удобстве его конструкции. Делает даже краткий тест-драйв с этой машиной. Ценник на этот электрокар он ставит в районе 4500 долларов США. Вот вы видите на экране номер телефона автора. Живет он в Болгарии, если хотите, созвонитесь с ним сами. Точно такого электромобиля на китайских сайтах мы не нашли, но нашли вот похожий. Название тоже самое, только немного другая модулька. Не пятидверная, а трехдверная. Ссылочку на этот электрокар мы дадим вам в конце описания под данным видео. И, будем рады вас видеть на нашем сайте, где мы публикуем для вас самые выгодные варианты электрокаров, даем ссылочки на страницы для их покупок. Успехов вам, всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!